В ночь и утром 6 февраля в Твери прошел снегопад, по данным Гидромедцентра России. К 9 часам утра в областном центре выпало 5 миллиметров осадков. Высота снежного покрова достигла 12 сантиметров. Тверские коммунальщики пытались справиться с последствиями снегопада, но, увы, не совсем получалось. Снегопад обрушился на Тверскую область. В регион, наконец, пришла зима. Улицы и дороги завалило снегом. Некоторые жители не успели вовремя добраться до работ, отвезти детей в сады и школы. Водителям тоже было не протолкнуться. Дороги завалены, машины буксуют, общественный транспорт стоит в пробке. Что-то замело, отгребали, да. На Старецком шоссе там две аварии видела. Вот, после этого снегопада. Так, все нормально. Пробки были, но у меня там полный привод, я включил и еду, у меня по барабану. Еще минут 15 стоял на остановке. Дороги не чищут. То есть коммунальщики не справились? Ну, я думаю, что нет. Я ни одну машину сегодня видел коммунальщики. Да, вот сколько проехал, ни разу не видел, чтобы кто-то там что-то выбирал. Коммунальные службы вышли на расчистку дорог поздно, считают веричане. Но лучше поздно, чем никогда. На улицы города вышли поливомоечные и комбинированные дорожные машины, тракторные щетки, чистики и пескоразбрызгиватели. Всего более 30 единиц снегоуборочной техники. Сегодня днем было сформировано три колонны уборочной техники. Все колонны сопровождались сотрудниками госавтоинспекции по городу Твери. Также хочется обратиться к владельцам автомобилей, чтобы парковку осуществляли по правилам дорожного движения. Поскольку припаркованные автомобили могут помешать качеству уборки и формированию снежного вала вдоль автомобильных дорог. По мере формирования снежных валов в вечернее и ночное время будет производиться вывоз снега на специализированные полигоны. Муниципальные и дорожные службы продолжают отслеживать информацию о погодных условиях и краткосрочные прогнозы в постоянном режиме. Пока синоптики говорят о том, что осадки продолжатся и завтра, 7 февраля. Субтитры создавал DimaTorzok